АВСТРИЙСКИЙ ЛАСК Нашему Филимонову тоже приходилось вступать в игру, как в этом эпизоде. Александр парировал удар Дрожжана со штрафного. Иногда в центре внимания оказывался турецкий арбитр. Счет в матче был открыт на 44-й минуте. 20-летний хавбэк молодежного состава Евгений Алферов получил передачу Сергея Кузнецова и хладнокровно направил мяч низом. А перед самым перерывом арбитр увидел нарушение на Кутине и назначил 11-метровый. Нападающий арсенальцев был точен 2-0. После отдыха ворота Туляков защищал Сергей Котов. Вместо Алферова вышел Андрей Налетов. К сожалению, товарищеский матч не был доигран. Игра шла довольно жесткая. Страсти накалились в середине второго тайма. Красную карточку получил Андрей Лях. А для игроков Ласка это почему-то стало сигналом, чтобы покинуть поле. Мне показалось, что судья выпустил контроль над игрой, потому что был момент, когда уже перешли на удар по ногам. Сергей Кунцов держал мяч, три раза подряд бьют по ногам. Судья не сидит штрафной, поэтому команда наша завелась, ребята друг за другом. Андрей Лях жестко сыграл, и после этого судья показал ему, во-первых, красную карточку. Началась потасовка, ну и тренер команды Астрицев решил ввести свою команду с поля. Но я считаю, что футбол это мужская игра, поэтому, не знаю, правильно, но нет, кого не меня судить. Ну, наверное, все-таки сборы, наверное, тяжелые, как бы психологически тяжело даются. И на сборах, как бы, во-первых, судья неквалифицированные, мне кажется, работают, поэтому пускают контроль над игрой, поэтому такое случается. Второй соперник Туликов – Кастанайский Табол, представитель премьер-лиги Казахстана. По сравнению с первой встречей, здесь было больше быстрых комбинаций и голевых моментов. Счет открыл Дмитрий Смирнов, и тогда казалось, что этот результат не окончательный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Табул не отсиживался в защите И во втором тайме в нескольких эпизодах отменно сыграл Ян Муха Последние минуты прошли в обоюдных атаках Но минимальный счет в пользу команды Дмитрия Оленьчева остался неизменным Радует, что в трех спаррингах турецкого сбора Арсенал сохраняет свои ворота в неприкосновенности Играем в принципе первые разы в этом суде 90 минут Поэтому очень тяжело Соперник очень добротный, команда высших казахских дивизионов Тяжело начинать первые свои матчи, наверное, полные с такими командами Сложная игра Удалось забить и опять нас подвела реализация Забили много моментов очень хороших Я думаю, отрезками играли неплохо уже, в отличие от первой игры Сегодня выиграли две игры Как бы сыграли уже на ноль четыре игры Поэтому больше позитива И опять же, выполняем программу Всю, которую дали тренеры Поэтому все идет своим чередом В матче против Тобола, я думаю, игра получилась очень интересная Играли и комбинировали Питались играть в пас Много получалось Где-то не хватило точности Забыл и гол Было еще очень много опасных моментов Но играли один ноль Классическая товарищеская игра Задача получить нагрузку и работать дальше